У этой пары много болельщиков. Страсти кипят на ковре и на трибунах. За победу на первенстве Московской области борется раменчанка Мартиросова-Лусяна. Юная спортсменка с первого класса занимается вольной борьбой. По ее словам, конкуренток на данном турнире у нее немного. Спрос на вольную борьбу у девушек не очень велик. Мне обидно, что у меня там две девочки. Хочется больше конкурентов? Да, ну хочется побороться иногда. Именно с кем-то больше. Сегодня у тебя сколько соперниц будет? Семь. Ну, вместе со мной восемь. Ну как, а же ты рассчитываешь на победу? Ну, не буду ничего говорить, но надеюсь на себя. Хочу доказать себе, что я могу. В соревнования собрали более двухсот участников из разных городов Подмосковья. Зрителям разрешили присутствовать на трибунах, правда со строгим соблюдением социальной дистанции. Федор и Магомед приехали на турнир из города Подольск. За их плечами неоднократное участие в самых различных соревнованиях. Цвет спорта приносит мне удовольствие. Во-вторых, так же повторюсь, техника. В-третьих, скорость. То есть, отрабатываются тебе, ну, всякие дополнительные чувства. Ну, я уже четыре года занимаюсь борьбой. Ну, это как бы, я из детства хотел прям этим видом спорта заниматься, как бы. Ну вот. Не пожалел ни капли? Не пожалел. Первенство Московской области – это лишь начальный этап перед выступлением на всю Россию. Спортсмены из города Челково, например, настроены на призовые места. У меня цель – занять хотя бы призовое место, в идеале первое место. Стремлюсь к победам. Пришел сюда показать свои силы. Скажи, пожалуйста, как давно в борьбе? За что этот вид спорта полюбил однажды? Я в борьбе уже где-то три года. Ранее занимался самбо. Я люблю борьбу за свой контакт, за контактный вид спорта, то, что можно показать свои силы. Нравится борьба. За что любишь данный вид спорта? Что от него получаешь? Удовольствие. Хочу на тренировки. Вот каждый день с удовольствием иду. Цель – получить призовое место. Ну, лучше первое, чтобы идти дальше. Победители первенства Московской области отправятся бороться за звание лучшего в Центральном федеральном округе. Сергей Григорьев, Дмитрий Курунов, Егор Кабанов. Для программы «Городские вести».